Всем привет! Смотрите как восстановить данные после сброса компьютера с операционной системой Windows 11 к исходному состоянию. Как сбросить Windows 11 к заводским настройкам без потери данных? На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Иногда, когда компьютер начинает часто зависать или давать сбой, выводит ошибки и так далее, в таком случае не остается других вариантов, кроме как сбросить его настройки к заводским. Восстановление заводских настроек операционной системы или ее переустановка действительно решают такие проблемы, но это вернет ПК к исходным настройкам производителя, и эта операция может удалить данные, все ваши файлы и настройки в системе. Далее в видео я покажу как безопасно сбросить ПК с операционной системой Windows 11 до исходного состояния без удаления личных файлов пользователя, и как восстановить данные в случае неудачного сброса, переустановки или форматирования. Как и в любой другой операционной системе в Windows 11 тоже могут возникать случайные проблемы, особенно если она представлена в тестовой версии, поэтому вам определенно следует знать как их быстро решить. Самым общим и быстрым решением основных проблем с работой операционной системы это ее сброс к исходному состоянию, это полностью сбросить ее настройки, восстановить поврежденные системные файлы и возобновить работу. Для сброса сделайте следующее, кликните по меню пуск и откройте настройки или нажмите сочетание клавиш Win Plus I, откройте раздел обновления безопасность, на левой панели окна выберите восстановление, и справа в разделе вернуть компьютер в исходное состояние, перезагрузка ПК. Чтобы сохранить ваши файлы, выберите параметр сохранить мои файлы, для полного сброса удалить все. Затем нужно выбрать способ переустановки, выбираем локальную переустановку и жмем далее. Далее будет выведено сообщение, что ПК готов к возвращению к заводским настройкам и какие будут последствия. Для подтверждения нажмите сбросить. Система начнет процесс сброса. Во время этого действия компьютер может несколько раз перезагрузиться. Ждем завершения процесса. Если вы столкнулись с проблемой повреждения системных файлов операционной системы или синим экраном PSOT, процесс сброса случайным образом прервался и система больше не грузится, для восстановления информации воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery. При выборе сброса с сохранением личных файлов, даже при сбое или прерывании процесса установки системы, файлы не переносятся и возможностей их повреждения крайне мало. Все они остаются на диске. Для восстановления сделайте следующее. Подключите жесткий диск, на котором лежали ваши файлы, ПК с рабочей операционной системой Windows. Запустите программу и просканируйте накопитель. При выборе варианта сброса с сохранением личных файлов, вы найдете свои данные на диске в тех же папках по прежнему пути. Для восстановления просто отметьте нужные и нажмите восстановить. Укажите место, куда их сохранить. Еще раз нажмите восстановить. В позавершении процесса восстановления они будут лежать в указанной папке. Если вы случайно выбрали не тот вариант сброса и все ваши данные были удалены, не отчаивайтесь. Файлы, которые пропали после возвращения системы к заводским настройкам, можно восстановить. Если вы не записывали больших объемов информации на данный диск после сброса, их все еще можно вернуть. На самом деле стирание файла занимает гораздо больше времени, что делает возможным их восстановление. Когда вы перезагружаете Windows, файлы удаляются с вашего жесткого диска, они больше не отображаются на накопителе, и система отмечает пространство, как доступное для новых данных. Но возможность их восстановления сохраняется. Вернуть эти файлы можно с помощью программного обеспечения для восстановления данных. В том случае, если данные будут перезаписаны, у вас очень мало шансов на их восстановление. Поэтому рекомендуется как можно скорее выполнить восстановление данных после сброса компьютера. Для этого вам понадобится надежный инструмент для восстановления утерянной информации, чтобы успешно вернуть файлы и окончательно их не затереть. Hetman Partition Recovery способен восстанавливать файлы из различных сценариев, таких как восстановление заводских настроек, форматирование, сбой системы, вирусная атака и потеря разделов. С помощью данной утилиты вы сможете восстановить большие объемы данных в различных форматах, такие как документы, изображения, видео, аудио и архивы. Обладая высокой вероятностью успеха и быстрой скоростью восстановления, этот инструмент также на 100% безопасен, поскольку он не перезапишет текущие данные во время восстановления. Программа поддерживает предварительный просмотр файлов, что упрощает процесс поиска и восстановления нужных данных. Для восстановления кликните правой кнопкой мыши по диску и нажмите «Открыть». Выберите тип анализа. В результате быстрого сканирования программа немедленно отобразит содержимое диска. Удаленные файлы будут отмечены красным крестиком. Если быстрое сканирование не дало результатов, проанализируйте диск полным анализом. Он более продолжителен по времени, но найдет всю оставшуюся информацию на диске. Далее отметьте файлы, которые вам нужно вернуть и нажмите «Восстановить». Укажите код, куда их сохранить. И еще раз «Восстановить». Не рекомендуется сохранять данные на тот же диск, так как это может затереть файлы. По возможности сохраняйте их на другой накопитель. В позавершении процесса восстановления они будут лежать в указанной папке. Лучшим способом для предотвращения потери данных перед сбросом системы или другой процедуры с риском удаления файлов рекомендуется сделать резервную копию важной информации. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.